Думские выборы 6 декабря надолго запомнится в первую очередь той шумихой, которая создалась по их итогам в средствах массовой информации и в первую очередь в интернете. Причем, как правило, считали своим долгом высказаться те, кто появлялся на избирательных участках лишь для того, чтобы проголосовать, или даже не появлялся там вовсе. Однако у каждого жителя России, достигшего совершеннолетия, есть возможность лично проследить за голосованием и подсчетом бюллетеней. Достаточно стать наблюдателем. Для этого нужно обратиться в любое из отделений политических партий или общественное движение, чтобы получить направление на конкретный участок. Однако выборы в Думу показали, что таких желающих в нашей республике не так уж и много. В ходе прошедших выборов депутатов Госдумы 6-го созыва сложилась следующая ситуация. Учитывая, что все семь политических партий, которые были официально зарегистрированы на момент Думской кампании и участвовали в ней, могли официально назначить хотя бы по одному наблюдателю на каждый из избирательных участков нашей республики, то общее количество этих наблюдателей могло достигнуть 3927 человек, то есть около 4000 человек. На момент 4 декабря, к окончанию дня голосования, количество наблюдателей на участках республики достигало около 2000 человек. То есть, соответственно, лишь половина теоретически возможного количества было покрыто на избирательных участках наблюдателями. Более того, среди наблюдателей оказывались совершенно случайные люди. В Центр избиркоме республики нам показали обращение Ешкаралинке, которая искала работу, а в итоге стала наблюдателем на одном из участков Мари-Турекского района. Причем обещанные за это деньги ей так и не выплатили. В ноябре прошлого года я искал работу и обратилась в охранно-кадровое агентство на Бульваре Победы. Там обещали подыскать что-нибудь, но пока предложили поработать с наблюдателем на выборах. Ну, при том, обещали неплохо заплатить. 4 декабря мы на автобусах поехали в Мари-Турекский район и нам дали незаконный набланк направления наблюдателя. Денег мы не получили до сих пор. И сначала нам говорили, что нужно подождать, а сейчас говорят, что мы ничего не знаем. Нужно сказать, что незаполненное направление Светлана получила в кадровом агентстве от имени одной из политических партий. Но это не единственный способ стать наблюдателем. Такое право имеют еще и представители СМИ. Как показали выборы в Госдуму, и таким образом в наблюдателя проникали случайные люди, которые хотели просто подзаработать. Есть, значит, у нас ряд представителей СМИ, которые практически мы раньше и не знали. Значит, газеты, которые выходят 2-3 раза в году. Вот эти представители печатают удостоверение. И любой желающий, я могу вам это показать, может вписать свою фамилию и представляться на избирательном участке как представитель СМИ. Но мы считаем, что это не совсем правильно. Интересен текст, который напечатан в одной из газет наряду с незаполненным удостоверением представителя СМИ. Черным по белому там написано, что в случае видеофиксации любого нарушения на избирательном участке такой наблюдатель получает 3 тысячи рублей. Естественно, эта стимуляция существенно увеличила поток жалоб в ЦИК Республики. Однако из более чем 40 из них подтвердились лишь 7. Тем не менее, те, кто нанимал таких наблюдателей, получили возможность заявлять о многочисленных нарушениях. Очевидно, что бороться за честные выборы нужно не на площадях городов и не в интернете. Достаточно стать наблюдателем и потратить сутки из своих выходных во время проведения выборов. Поймут ли это борцы с фальсификацией и просто сознательные жители Республики, узнаем уже в начале марта, после президентских выборов.